Душа важна. А зачем нужно тело? Для начала вспомним слова апостола Павла, которые он адресовал филиппийцам, который, кстати, очень-очень любил. Он и пишет, «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу его, силою, которой он действует и покоряет себе все». Да, здесь тело наше уничиженное, оно смертное, оно хочет кушать, оно болеет, оно и правда нас отвлекает от духовной жизни, но во всеобщем воскресении так уже не будет. И, соответственно, несмотря на то, что это будет именно наше тело, и мы даже не знаем, насколько оно чудесно преобразится, но оно больше не будет вредить нашей духовной жизни. Но при этом стоит сказать, что те люди, которые ставят духовную жизнь на первое место, они свое тело вводят в определенные рамки, и тело помогает духовной жизни. Ну, простой пример. Если вы хотите помолиться утром, предположим, а вы знаете, что утром молитва ваша рассеянная, три земных поклончика и вот такое физическое упражнение с молитвой поможет вам уже молиться менее рассеянно. Или другой момент. Если вы вечером поели немного, не стали ныдаться, то с утра вы проснетесь более бодрым. То есть тело, оно как может служить нашей духовной жизни, так может и вредить. Главное не ставить телесную жизнь выше духовной. Мы знаем, что духовная жизнь находится во вражде с телесной, поэтому если на первое место ставится тело, то дух наш угасает. А если мы ставим на первое место духовную жизнь, то тело, взятое в рамки, связанное, начинает служить духовной жизни и очень даже помогает. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...